Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. С вами Фаньяна Сибулина. Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня уровень загруженности коек в нашей области составляет менее 30%. Но это не сама цель. Мы должны готовиться к осеннему наступлению из расчета того, что возможно в сентябре будут гриппозные заболевания и в октябре. Статистика следующая. В сентябре прошлого года гриппом болело свыше 3,5 тысячи, в октябре свыше 5 тысяч. Вот мы должны добавить 6300 больных коронавирусом, добавить еще порядка 9 тысяч и сеть должна выдержать эту нагрузку. Поэтому здесь мы хотим полтора месяца сделать еще одну больницу высокого уровня на 210 коек. Сюда заказан и придет в конце августа уже компьютерный томограф. 200 у нас есть реанимационных коек мирового стандарта. Огромное количество другого оборудования это будет насыщено. Но тогда нужно будет периферию дополнять. Но сейчас хорошая работа развернута. 15-20 сентября мы должны здесь иметь очень хорошего уровня больничных учреждений. В чем я глубоко убежден. Это будет шикарная клиника. Надо все сделать так, чтобы отвечала мировому стандарту. Раз такая жизненная ситуация в области и в стране, мы должны это сделать в соответствии с мировыми стандартами. Карантин заметно сказался на работе многих предприятий. Как этот непростой период проходит в одном из самых крупных предприятий нашего города в следующем сюжете. 17 марта текущего года приказом генерального директора Ибраева Жанбарбаевича была создана комиссия по борьбе с коронавирусом на предприятии ТО «Силикат». В нее вошли все начальники цехов, руководители служб, которые на еженедельных совещаниях отчитывались по этой работе. Работа, конечно, проведена очень большая. Во-первых, мы сосредоточили свое внимание на том, как доставлять работников наших на предприятия, потому что, доедя на общественном транспорте, мы не уверены были, что многие из них не заразятся и не принесут эту заразу сюда на предприятие. Поэтому руководство решило нанять три микроавтобуса, которые привозили и увозили наших работников и сотрудников с производства. Значит, кроме этого, мы на 92 машины пропуска решили с Акиматом и на 21 производственную машину, которая обслуживает наше предприятие. В столовой также навели порядок в том плане, что у нас дезинфекция проходит. Ну, вы, наверное, сами заметили, при входе на наше предприятие, значит, у нас сразу производится дезинфекция рук без маски. И вообще на наше предприятие не запускает никого. Закупили сразу маски, и на второй день уже без маски нельзя было походить на территорию этого предприятия. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в региональном разрезе по производству силикатных и шлаковых кирпичей по Казахстану, Восточно-Казахстанская область вышла на второе место. За пять месяцев работы, учитывая карантин, предприятию удалось поставить более 78 тысяч тонн. Для сравнения, по всему Казахстану было произведено 428 тысяч тонн. На сегодняшний день ТОО «Силикат» в месяц выпускает более 5 миллионов штук кирпичей. Сегодня на этом предприятии с большой и успешной 60-летней историей работают почти 350 человек. В условиях карантина работа усложнилась, скажу честно. Работа усложнилась до карантина. У нас были намерения на поставку больших объемов кирпича. В связи с пандемией, в связи с данной ситуацией в нашей стране, естественно, этот строительный сезон чуть сдвинулся. И с послаблением этой ситуации мы сейчас потихоньку начали нарабатывать те же наши договоренности, которые были ранее. Вообще, наше предприятие рассчитано на 60 миллионов кирпичей в год. На сегодня произвели и реализовали 28 миллионов кирпичей. Также у нас есть большие договорные обязательства. Основным потребителем является наша фирма ТО «Азия», основным потребителем нашего кирпича. Есть другие контрагенты из больших городов, то есть это наша любимая столица, город Нур-Султан. На сегодня вагоны поставляем туда с кирпичами. Есть город Алматы, город Ускаменогорск, город Павлодар, город Екибастуз. В общем, сейчас есть намерения с городом Карагандой. То есть наш кирпич как бы пользуется спросом, ну, благодаря нашей кропотливой работе, конечно, это все не просто так. Стоит отметить, что производство строительных материалов является одним из приоритетных направлений для экономики нашей страны. В целом, доля этой индустрии в промышленности занимает 6%. Объем производства строительных материалов за последние 10 лет увеличился в более чем в три раза. Значительный спрос на стройматериалы создают государственные программы Нурлужер, Нурлужол и Дорожная карта занятости, по которым интенсивно строится жилье для казахстанцев. И это также дает новые возможности для семейского флагмана ТОО «Силикат». Меньше месяца осталось до наступления нового учебного года. Из-за продления карантина родители беспокоятся, что не успеют вовремя подать документы первоклашек. Спешим успокоить. Срок приема документов для поступления пролонгирован. В семье на сегодняшний день подано более 5000 заявлений. Как отметили специалисты городского отдела образования, большинство родителей отправляли документы через портал электронного правительства ЕГОВ.КИЗ. Вы знаете, что с прошлого года прием в первый класс осуществляется в электронном виде через специализированный сайт www.ddo.kiz. И с текущего года родители имеют возможность подать через портал электронного правительства www.yegov.kiz. Я хочу, воспользуясь случаем, сказать родителям, которые не успели подать документы, что подача документов приема в первый класс будет осуществляться до 20 августа. Согласно закону об образовании, дети, достигшие 6 лет, должны идти в школу. Поэтому родители, у кого есть дети, которые еще сидят в детских садах, которые достигли 6 лет, этот ребенок должен сидеть в первом классе. По поводу начала учебного года, вы знаете, что в первой четверти дети с 1 по 11 класс будут обучаться в дистанционной форме. Кроме малокомплектных школ, у нас есть 11 малокомплектных школ, это сельские школы, где контингер детей составляет до 180, они будут обучаться в штатном режиме. Также я хочу обрадовать родителей начальных классов, что будут во всех школах, также в 49 городских школах будут функционировать дежурные группы. У нас очень много родителей, которые обращались, особенно родители первого класса, которые переживали. Теперь они могут подать заявление, для этого они должны обратиться к администрации школы, и ребенок может обучаться в штатном режиме. Будут соблюдены все санитарные требования. Сейчас у нас приобретаются дезинфицирующие средства во все учреждения образования, санитайзеры, тепловизоры. Поэтому родители могут не переживать по поводу обучения ребенка в штатном режиме. Это касается детей с 1 по 4 класс, с начальных классов. К слову, в этом году медицинские справки для приема документов разрешаются временно не предоставлять из-за трудностей их получения. Аселяйдар Нурлану Розалин, информационная программа Шарайнат, ВК6. В Казахстане вводятся новые положения в вопросах защиты прав потребителей. Будет создана единая информационная система приема жалоб и даже межведомственный совет по защите прав потребителей при правительстве. А крупным размером ущерба сумма не менее трех месячных расчетных показателей. Каждый из нас выступает в роли потребителя товаров, работы и услуг и тех правоотношений, которые складываются на потребительском рынке. При этом права потребителей нередко нарушаются. Это происходит из-за отсутствия простого и понятного алгоритма защиты своих прав, безнаказанности бизнесменов. И сейчас повышается ответственность предпринимателей. Так, изменение в статье 190 «Нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей». Кодекс об административных правонарушениях предусматривает наказание за обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качеств товара, работы, услуги. Или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг. Такие действия со стороны физического лица, например, торговцы овощами на рынке, наказываются в размере 10-ти месячных расчетных показателей. А это ни много ни мало 27 780 тенге. Если в таких поступках продавец замечу повторно в течение года, то штраф составит уже 30 месячных расчетных показателей и 83 340 тенге. К слову, административное наказание для субъектов среднего и крупного предпринимательства значительно выше. Также законодательство обязывает продавца либо изготовителя размещать информацию на двоих языках о контактных данных продавца. Дополним, что в сфере защиты прав потребителей значительным размером ущерба признается сумма, превышающая один месячный расчетный показатель, то есть 2778 тенге. А крупным размером ущерба сумма не менее трех месячных расчетных показателей. Практика показывает, что не все жители придерживаются требований постановления главного санитарного врача Республики Казахстан о том, что маски нужно носить не только в помещении, но и на улице. Полиция города помогает в санитарно-профилактических мероприятиях, проводит разъяснительную работу. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области за номером 17, период карантинных мер, посещение физическими лицами закрытых помещений, а также нахождение в общественных местах и в общественном транспорте осуществляется отношением защитных масок. В связи с этим, нами, сотрудниками полиции города Семей, на постоянной основе проводятся разъяснительные работы с гражданами. Субтитры создавал DimaTorzok В Семей вернулись медицинские работники регионального командования Восток, которые были задействованы в лечении больных коронавирусной инфекцией в Мангистауской области. Из-за острой нехватки врачей в Мангистауской области им помогали медики из других регионов страны. Из Восточного Казахстана в город Актау были направлены 12 специалистов. Это опытные хирурги и терапевты. 15 дней семейские военные и медицинские работники помогали своим коллегам из Мангистауской области в лечении пациентов COVID-19, чье состояние оценивалось как крайне тяжелое. Как врачи мы оказывали методическую и практическую помощь нашим коллегам в лечении тяжелых, крайне тяжелых пациентов с COVID-ассоциированными пневмониями, также с COVID-положительными пневмониями и имеющими сопутствующие заболеваниями. Медицинские сестры работали в приемном покое, оказывая помощь в приеме поступающих больных, также в отделении реанимации и интенсивной терапии оказывали помощь и уход за крайне тяжелыми пациентами. Как военный врач хочу с уверенностью сказать, что мы готовы в любое время оказать помощь нашему народу, нашей стране. Ассель Айдар при поддержке пресс-службы регионального командования «Восток». Ежедневно вы, наши телезрители, становитесь участниками и очевидцами интересных событий, курьезных происшествий или проблемных ситуаций. Мы решили сделать специальную рубрику «Народный репортер», в котором будем размещать сделанные вами видео. Интересно, кто проектировал эту детскую площадку? На этом наш выпуск завершен. Ужас! Настоящий аквапарк. Полив для газонов орошает просто всю площадку. Детская площадка вся в воде! На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова